Всем привет! Это программа Tendence на Pioneer Digi TV. У нас в гостях Володя Фонарёв. Привет, Володя! Мы обсудим сегодня несколько важных вопросов касательно клубной культуры в нашей стране. И первый вопрос, он напрашивается сам собой. Клубные тенденции, какие сейчас есть, какие ты наблюдаешь в современном мире? Ну, в современном мире, наверное, сложно говорить, потому что нужно путешествовать по площадкам, смотреть, что происходит, мониторить ситуацию. Но, наверное, общая ситуация такая, что если мы говорим про музыкальный формат, есть четкое разделение сейчас абсолютно четкое между поп-танциальной сценой, которая занимает очень большой сегмент, которая присутствует на радио, частично на телевидении, на большие фестивали, и андеграунд-сцена, которая точно также имеет большой кластер, имеет огромное количество почитателей. И также это сейчас два параллельных мира существуют, разделившись абсолютно на одну направляющую, вторую направляющую, где есть свои герои, свои звезды, свои фультовые ивенты, места, лейблы, диджеи и так далее, и так далее, и так далее. Если анализировать по клубам, то есть тоже, наверное, два таких сегмента. Первый – это очень дорогостоящие клубы с большими именами, тем более, что сейчас Америка переживает огромный бум в танцевальной культуре, а американцы умеют делать шоу-бизнес, к чему большинство артистов и стремится туда. Появление таких классных, замечательных, нашпигованных всякими технологическими штуками площадок и выступления, как американцам кажется, культовых артистов в ценообразовании дает очень такой приток новой аудитории, особенно это заметно в Лас-Вегасе, который старается привлечь молодую аудиторию, уйти только от статуса игровой империи, а сделать большой спектр развлечений, прежде всего, ориентируясь на молодежь. Также есть огромные фестивали, мы говорим о Tomorrowland, то же самое Future People, которые проходят в Москве, которые закрепляют успех поп-танцевальных артистов. И, с другой стороны, есть андеграундная история, где очень много технологий, где очень много такого взгляда будущего, где менеджеры, продюсеры этих фестивалей привлекают интересных технологов, которые реализуют на этих площадках нечто, то, что мы называем «фьюч». Это инсталляции современные, не современные даже, а то, что будет основным трендом в ближайшее будущее, все, что связано с видео, с приборами и так далее, и так далее, и так далее. Такой более технологический момент существует. Эти два мира существуют отдельно, друг от друга. Даже топ, который выходит сейчас мировой, мне кажется, не отражает реалии, потому что, если мы говорим о топе, то это, скорее всего, наверное, топ-продюсеров, чем Диджи Акеев. Из тех Диджи Акеев, которые помнили первый топ, а стоп, он остался только Карл Кокс. Единственный, наверное, когда это еще был журнал Диджи Маг, да, и это было печатное издание, когда люди голосовали. Поэтому два направляющих, андеграунд, функциональная культура, и они не конкурируют даже с собой, они существуют абсолютно как левая и правая рука организма, да, но в каждом есть свой функционал. Окей, если мы перенесемся в реалии российской глубинки, ты очень гастролирующий артист, и ты наблюдаешь как большие мероприятия в регионах, так и, наверное, какие-то локальные и маленькие клубные выступления, какие тенденции ты улавливаешь у нас внутри страны, мы не берем сейчас Москву и Питер, и правильно, как тебе кажется, развивается клубная культура в нашей стране, или она идет немножко параллельно мировой тенденции? У нас всегда свой путь, абсолютно. То, что сейчас происходит, наверное, это полная растерянность площадок, как существовать в современных реалиях, потому что, конечно, с одной стороны есть кризис идей, здесь есть финансовый кризис, который не позволяет людям тратить так деньги, как они тратили раньше, отсутствие спонсорской поддержки, которая долгие десятилетия была очень для клубов актуальна, и, наверное, смена промоутеров, которые занимаются при ведении мероприятий. После того, как на протяжении последнего десятилетия клубы в основном были мультиформатные, где на одной танцевальной площадке или клубной площадке мог выступить какой-то поп-исполнитель, рок-исполнитель, тут же провести какой-то фестиваль брейк-данса, тут же какой-то клубный диджакей приезжает и так далее, и так далее. То есть клубы представляли разный вариант развлечений. Все-таки, если мы берем там 90-е и нулевые года, это все-таки был более заточенный под клубную танцевальную музыку, и основными действующими лицами были диск-жокеи, то сейчас диск-жокеи – это вообще очень такое абстрактное понятие, потому что есть диск-жокея нового поколения, есть старого, есть огромное количество артистов, которые позиционируют себя как диджеи, от стрип-гилл до медийных артистов, которые мы видим на телевизионном ящике, и они становятся диск-жокеями, и из-за этого сама профессия эвальвировалась. То есть людям абсолютно все равно фактически бывает, что играет диск-жокей, им важно прийти и посмотреть на медийного персонажа, которого они видят в ящике, и тут он, например, находится в их городе, на их клубе, можно прийти, послушать, потанцевать, и, естественно, что музыкальный концепт, который раньше представляли диск-жокеи, андеграундную музыку или фоп-насуальную музыку, он сейчас абсолютно нивелировался. И вот эта волна тоже закончилась, как мне кажется, потому что даже эти артисты и клубы не собирают. Все в совокупности некая такая безвременная, непонятность, куда двигаться. Либо есть промоутерские компании, которые уже завоевали авторитет за многие годы, они пытаются что-то проводить в зависимости от их музыкальной политики, их пристрастий, привозить артистов, которые, как им кажется, наиболее интересны, на локальную аудиторию, какие-то свои от 150 до 600-700 человек и стараться собрать эту аудиторию в клубе, в своем городе и тем самым сделать интересный знак за какое-то мероприятие. Таких знаковых мероприятий стало очень мало. О чем можно говорить, если даже в Санкт-Петербурге, который долгое время являлся, скажем, изначально является городом, в котором появилась электронная танцевальная музыка, сейчас в большинстве клубов все-таки звучит поп-танцевальная музыка, даже в барах. И вообще понятие клуба ушло в бары, в пабы. Вот у меня был следующий вопрос. Само понятие ночного клуба несколько размывается, мне кажется, в российских реалиях. Клубом называют ресторан, где ночью танцуют. Караоке, лаунжер. Караоке, бары, да. То есть полноценных клубов с серьезной саунд-системой, со световым шоу, LED-экранами и так далее. Мне кажется, их сейчас можно перечитать по пальцам. Во-первых, это дорогостоящее удовольствие. И опять же, нужно понимать, как зарабатывать с помощью музыки. Долгое время клубы находились в довольно комфортной зоне, исходя из того, что были спонсорские пакеты, сигаретники, алкоголи, которые закрывали косяки промоутеров, неудачные привозы артистов, выступления, какие-то мероприятия. В то время, когда нужно зарабатывать самому и зарабатывать на музыке, не совсем понятно, как это делать. Многие-то просто не умеют. Подавляющее большинство. Поэтому, естественно, пытаются найти нечто среднее. Днем кушаем, вечером танцуем, утром проводим детские праздники. Площадка должна быть, опять же, для всего и для этого, для этого. И тогда у владельцев есть возможность как-то выживать в реалиях как таковой. Плохо ли это хорошо, сложно сказать, но сейчас, как ни странно, Москва приняла на себя роль некого такого лидирующего города, которому начинает задавать тренды. По крайней мере, здесь проходит достаточное количество разных ивентов, есть разные площадки, но при этом промоутерские компании начинают работать в то, что называется шоу-бизнес. Мы привыкли к тому, что шоу-бизнес – это слово смешное, пренебрежительно относимся. А если перевести его в русский формат, то это дело производства, то есть шоу-представление, бизнес как именно что-то создающееся. И если проанализировать работу многих промоутерских команд, которые сейчас начинают о себе заявлять, которые причем могут не иметь большую славу, но при этом собирать до полутора тысяч и до двух тысяч человек на какой-то свой музыкальный формат, это команды, которые очень серьезно, детально работают по созданию мероприятия, по его подготовке, его реализации. И уже после мероприятия тоже происходит анализ от фотографий, видео, обсуждений, что было сделано хорошо или плохо. То есть это этапы, которые делятся на три части – до, во время и после. И тому, кому удается это сделать и найти ключи к аудитории, они, собственно говоря, аудиторию получают на танцполе. И я очень верю, что, так как всегда слово «провинции» не очень люблю, а региональные города, они всегда подхватывают какие-то тренды. С одной стороны, возвращение андеграунд музыки – это очень большой плюс, потому что это дает возможность представить более широкий спектр, и люди соскучились, потому что всегда ходят от простого к сложному, от сложного к простому. Долгое время там были мэшапы, танцуальные ремиксы или еще что-то, но и андеграунд музыка каким-то находилась в забвении. Сейчас начинает возвращаться. При этом существует и с одной стороны, и в поп-танцуальной музыке интересные промоутерские компании, и в андеграундной музыке начинается какая-то конкуренция. Но от этого выигрывают только потребители, потому что они получают хороший продукт на выходе. Ну а как тебе кажется, мы немножко затронули полноценные действующие клубы в регионах, инвестиций действительно больше, чем в тот же ресторан или в бар, но мне кажется, и выгода гораздо дольше, потому что клубы, особенно клубы в регионах, они живут гораздо дольше, чем в Москве, и они могут работать 10-15 лет достаточно успешно, при правильном построении работы команды, конечно. А рестораны и бары жизни у них очень скоротечны, как в Москве, так и в регионах. Открывается новый ресторан, открываются новые бары, люди переключаются. А клуб, люди, которые инвестируют в клуб, конкурировать с клубами довольно сложно, потому что не так много инвестиций, собственно говоря, внутри какого-то конкретного города. И мне кажется, и спонсорский исход, скажем, из ночной жизни России связан именно с тем, что у них тоже размылось само понятие ночного клуба, куда им инвестировать деньги, где больше проливают продукцию или где им имиджево выгодно присутствовать, где находятся трендсеттеры, где впоследствии они пойдут и купят их продукцию, грубо говоря. И каналов продвижения продукции у них не так много осталось в введениях новых усилений по ограничению рекламы алкоголя, табака, кто, собственно говоря, является главными спонсорами и партнерами клубов. Мне кажется, просто не было достойного предложения в регионах. Если это предложение составится, если будут создаваться клубные бренды, это не просто клуб как клуб, а клубные бренды как-то было в 90-х нулевых и как-то есть сейчас в Европе. То есть там есть клубы, бренды, которые потом уже строят свои сети даже, да, и получают некую и рекорд-лейбл, и там другое продвижение музыки внутри своих клубов. Тебе не кажется, что спонсоры готовы вернуться, если будет достойное предложение? Ну, меня сложно говорить за спонсоров, я очень надеюсь, что они вернутся, потому что от этого действительно будут все выигрывать абсолютно. Есть два момента, несколько моментов, вернее. Первый момент, очень часто спонсоры пытались доминировать и возглавлять, да, то есть там походят фестивали, еще что-то. Сейчас пришло то, что является европейским таким схематикой, когда есть какой-то бренд, и ты хочешь с ним ассоциировать. То есть для спонсоров сейчас это как раз не они, главенство, да, как бы там, например, туры по России, там, сигаретные, они будут как бы по брендам проходиться или еще что-то. И в итоге, когда ушло, да, и ушла вся история. А когда действительно о чем-то ты говоришь, есть танцевальный бренд, с которым очень приятно ассоциироваться. Это первый момент. Второй момент, наверное, еще очень важный аспект, который появился за последнее время, это кассовый и некассовый артист. То есть когда площадки работали на потоке, они постоянно кого-то привозили, эта грань стиралась. Когда площадки остались одни на одни, то, что нужно продавать музыку и артисты, выяснилось, что какие-то раскрученные персонажи, на самом деле, медийные, они не являются кассовыми. Тоже аспект, о котором нужно говорить. Вообще, мне кажется, что создание как раз такой вот, о чем ты говоришь, сети, площадок, это очень хороший вариант, потому что действительно в Москве сейчас собираются очень интересные силы, и я думаю, что это потом можно будет реализовывать и приводить, ну, не знаю, сеть, не сеть, но, мне кажется, за этим будущим. По крайней мере, в нашей стране это может быть реализовано. Окей, давай немножко сменим тему. Очень важна атмосфера внутри ночного клуба, или внутри вечеринки, или большого фестиваля. Давай немножко поговорим о работе такой тяжелой, иногда неблагодарной, работе резидентов. В каждом ночном клубе есть свои резиденты, и во многом от их работы зависит успех заведения, потому что хедлайнер хедлайнером, он собирает на себя каких-то своих фанатов, он собирает на себя какую-то, может быть, аудиторию, которая не всегда ходит в данное конкретное заведение. А резиденты, те, которые закрывают собой остальные вечеринки, которые делают вормап, и которые заканчивают вечеринку, их работа очень важна, но не все себе, мне кажется, правильно отдают отчет, как правильно нужно делать вормап, или как правильно нужно работать. разогрев, это большая проблема, об этом говорят все-все-все-все диджакеи, которые так или иначе гастролируют. Как все-таки правильно работать резидентом, по твоему мнению? Ты был и резидентом, ты выступаешь и как хедлайнер, я думаю, тебе проще об этом рассуждать. Ну, во-первых, есть такое понятие, как культура производства, условно говоря, какие-то этические нормы. Часто бывает, что резиденты, которые не имеют большого опыта и не так давно пришли в культуру, они считают, что даже с приездом какого-то хедлайнера для них это возможность самореализации, и порой они даже не думают о том, что ту музыку, которую они хотели бы, которую они живут, хотя для меня, конечно, идеально, что артисты играют то, что ему нравится, но если ты выполняешь пунзу разогрева, ты должен понимать, что после тебя основное действующее лицо, ты должен понять, в каком формате он существует, как сделать так, что ты потихонечку будешь разогревать аудиторию, находя в своей музыкальной коллекции те необходимые треки и при этом не наступая себе на горло, но при этом не стараться перейти на другой музыкальный стиль. Например, когда ты приезжаешь, тебе играть какую-то там жесткое электро, конечно, мне даже как хедлайнеру необходимо будет 30 минут, чтобы людей переформатировать и представить их музыкальную коллекцию, свой музыкальную философию, коллекцию, но это 30 минут будет потеряно на то, чтобы зачистить то, что было до меня. Так как я провожу сам мероприятие, играю в разных статусах, как в рамках Digital Emotions, как хедлайнер, мы привозим разных артистов, я могу играть на разогреве, могу закрывать, поэтому, естественно, я формирую свою музыкальную коллекцию и свой сет, исходя из того, что какой артист будет, что он будет играть. Соответственно, подбираем музыкальный материал и хочу, чтобы он красиво и грамотно вписался. Это только идет на пользу и самому артисту, которому не приходится тратить время для того, чтобы переформатировать. И это есть некая логика продолжения вечеринки, потому что это то же самое диджейский сет, мы не можем сразу с самого начала начать долбить людей, потихонечку со звуком раскрывая музыкальную картинку, находя те треки, которые встречают людей. Мы же не сразу начинаем мощный праздник, мы накрываем на стол, приглашаем, расставляем рюмочки, тарелочки, образно говоря, и после этого уже встречаем людей. Точно так же и задача диджакей, которая играет, собственно говоря, с одной стороны подготовиться к выступлению главного действующего лица, а если, например, нету хедлайнера, то, конечно, всегда стараться находить и не повторяться. Вот один из классических вообще диджакеев, который является легендой, Сиджи Макинтош, резидент Лукланд Министров Саунд, я еще не входил в танцевальную культуру, он уже существовал, ну, образно, в профессиональной деятельности Сиджи Макинтош, и он до сих пор существует, человек с огромным опытом, и вот как раз создавать настроение, чтобы люди каждый раз приходили не только на хедлайнера, приходили в эти стены, создавая вот эту атмосферу, это, конечно, очень дорогого стоит, но это как раз и показывает профессионализм человека, насколько он может быть многогранен, и каждый раз находить какие-то новые нюансы в своей профессии. Тем более, к современными технологиями, с форматами, которые существуют, от там, стемов, от ремиксов, работы с эблтонами и так далее, и так далее, и так далее, для нынешнего артиста есть огромный функционал не повторяться, делать что-то абсолютно новое, но при этом привлекать аудиторию. Это очень сложно на самом деле, но это безумно интересно, потому что понятно, что в регионах нет такой возможности гастролировать активно, попасть на какую-то площадку, иметь постоянную работу, это и творчески, да, очень интересно, и это очень ответственно, это классно, когда у тебя есть постоянное место, и ты на этом месте можешь реализовываться. Ну, кроме того, конечно же, есть некая этика не играть в треки артиста, который будет играть после тебя, и там, релизы с его рекорд-лейбла и так далее. У меня очень смешная была история с Маркусом Шульцем на Казантипской вечеринке, когда я сыграл трек, но это был трек его лейбла, после чего ко мне подошел менеджер, сказал типа, ай-яй-яй, вот, ну, на что я ответил, я тоже нашелся, слушай, ну, тогда не продавайте музыку, которую, собственно, лейбл, то есть здесь тоже момент такой очень важный, да, если ты играешь трек этого автора, который играет после тебя, но это не является не совсем правильным, если ты играешь на позицию с его лейбла, ну, ребят, тогда давайте закрывать эксклюзивы, закрывайте все остальное, потом уже после мероприятия ко мне подошел менеджер с Маркусом, сказал типа, сори, браза, типа, извини, блин, не правы, да, ну, погорячились, да, такое бывает, но мне повезло в том, что я действительно играл с огромным количеством топовых артистов, и самое главное, что большинство из них – это очень простые люди, очень высокопрофессиональные, и когда ты вот соприкасаешься с первоисточниками, ты учишься у них, как относиться и к музыке, и к своей профессии, ты вот впитываешь в себя это правильное представление и понимание. Одна, кстати, из проблем еще, которая существует по клубам и вообще по такой работе, что многие артисты, они не путешествуют по миру, они очень покайно живут, живут в своем городе, в лучшем случае они выберутся в Москву послушать каких-то артистов, каких-то любимых музыкантов, и все. Но если мы существуем в музыкальном пространстве, то нужно выбираться, смотреть. Это касается и промоутеров, это касается и владельцев клубов, и диск-жокеев, потому что, когда ты оказываешься в другой атмосфере, на фестивале, в каком-то культовом клубе, там, еще где-то, в каком-то месте интересном, ты пропитываешься и смотришь, как что работает. Я когда часто приезжаю на другие площадки, как работает свет, инсталляция, как работают службы клуба, то есть я не просто как обыкновенный пользователь, я считываю информацию, и для меня она потом очень мне помогает в дальнейшем реализовываться в рамках моего проекта. Поэтому, если есть возможность, границы у нас свободы открыты, есть возможность путешествовать, смотреть, впитывайте себя, будьте профессионалами и развивайтесь. Только в рамках своего города это невозможно сделать, особенно это касается владельцев клуба. Потому что даже если вспомнить тренды, которые были, и резиденты, которые, собственно, потом поехали по площадкам, вспомним и «Титаник», и другие клубы, когда концепция перенималась, и резиденты начинали уже гастролировать. Точно так же сейчас я знаю, что многие резиденты в своих локальных городах начинались как с резидентства, а потом начинают уже ехать и как резиденты, и как представители какого-то бренда в какой-то площадке. Да, ну и многие потом перебирались уже в Москву, и здесь добивались. Ваши успехи. Еще немаловажный вопрос, который я хотел обсудить. В разное время в нашей российской клубной культуре понятие промоутера имело разные функции и разное значение. В начале 90-х промоутерами это были флайерщики, группа, которые раздавали флайера на скидки, на обход и так далее, и тому подобное. Далее промоутеры стали властителем умов, они определяли формат, они приглашали гостей, они, наверное, соединяли в себе функции арт-директора, креативного директора и, собственно говоря, рекламного агента, если хотите. Сейчас промоутер это уже человек, зачастую даже совладелец бизнеса, это зачастую человек, который контактирует сам со спонсорами, то есть находит бюджет, делает ивент, или находит инвестора под свой собственный клуб и так далее. То есть промоутеры сейчас совмещают в себе много-много-много-много-много-много других клубных специальностей. Вот что для тебя промоутер сейчас, какая его роль в современном клубном бизнесе и нужны ли они вообще? Ну, нужны, абсолютно не точно. Я думаю, что у нас часто происходит просто подмена, мы всегда же принимаем какие-то англоязычные слова и порой даже не понимаем смысл. Точно так же, например, понятие продюсер, например, наша трактовка и трактовка в американском шоу-бизнесе, они абсолютно разные. Организаторы вечеринок, собственно говоря, организаторы ивентов, это, наверное, более емко, который дает такой более четкий посыл. В сегодняшний момент я являюсь там и радиоведущим, и диск-жокеем, и промоутером, и представителем бренда как такового. Если говорить о себе, вот непосредственно о себе любимом, что в моем представлении промоутерства, это прежде всего определение концепции. есть бренд, который существует как рекордплей, как радиошоу и как проведение мероприятий. Как раз об этом мы говорим. Я определяю музыкальную политику, я определяю артистов, которые должны выступать, я определяю место, где наиболее удачно будет для аудитории, которым нравится то, что мы делаем, приходить, комфортно отдыхать. Я определяю стратегию все, что касается света, постановки, рекламную, естественно. Взаимодействуем со спонсорами, предлагаем им свой продукт как некий уже целый, то есть общий. В моем случае, наверное, это скорее всего очень неправил, потому что большинство промоутеров не имеет своих ни рекорд-компаний, ни радиошоу, просто они представляют свое какое-то видение электронной танцевальной музыки, приглашая артистов, взаимодействуя с площадками, опять же, и готовия мероприятия, опять же, с тех же самых трех частей. До, когда существуют рекламные пакеты, когда есть наполнение информации для потребителя, что их ждет, какой артист приезжает, рассказ об этом артисте максимально. Очень точечное приведение рекламной программы, исходя из того, кто является ключевой аудиторией, она находится в Facebook или находится в ВКонтакте, где лучше размещать рекламные модули, где мы ищем свою аудиторию, которой нужно донести эту информацию. Мы готовим дизайны, мы готовим какие-то видеоинсталляции, находим решение световое, что каждый раз нужно что-то придумывать интересное, что аудитория очень в этом плане избалована, и у них есть время сравнивать. Если раньше не было ни в видео, не было возможности ретранслировать даже в онлайн вечеринке, сейчас любой промоутер может оказаться в очень нехорошей ситуации, когда он будет позиционировать. В принципе, при наличии хотя бы трех-четырех человек можно снять, что у тебя аншлаг на танцполе, но любой человек, который будет находиться на танцвальной площадке, в наличии интернета, а это, в принципе, сейчас не проблема, может показать, что на танцполе на самом деле те самые 3-4 человека это провал. То есть промоутер сейчас очень обнажен в этом плане, то есть он не имеет права на ошибку, потому что все снимается, протоколируется, и ему нужно очень ответственно подходить к тому, что он создает как продукт и что он предлагает аудитория. Это очень сложнее с одной стороны в нынешнее время, с другой стороны очень интересно. Когда ты чувствуешь давление, мне кажется, под давлением гораздо круче работать, потому что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь. Поэтому в моем понимании человек, который создает ивент, мероприятие, вечеринку с определенной музыкальной политикой, как некое концертное подразделение. А как хорошо выглядит команда? Ивент агентства или лейбл танцевального или ночного клуба, например? Как сейчас должна выглядеть современная команда? Кто входит в основные игроки? Мы не берем линейный персонал, официанты, бармены, охраны и так далее. Кто создает продукт? Да. Но я думаю, что прежде всего промоутер, который несет все в себе идеологическую музыкальную часть, коммерческий директор, без которого ведь надо прибыль и убыль, соответственно, которые очень четко определяют. есть человек, который занимается пиаром, есть человек, который занимается непосредственно продвижением в интернете, дизайнер и, наверное, booking-агент, который взаимодействует с артистом, решает все вопросы вообще с теми артистами, которыми выступают, обслуживает их от билетов, от гостиниц, всех нюансов. Конечно, человек, который занимается технической частью, в данном случае это человек, который занимается светом, звуком в меньшей степени, потому что там, понятно, есть райдер, а вот именно инсталляциями световыми или дизайнерами, то, что является наполнением, креативным наполнением на площадке. Вот, наверное, вот эта полноценная команда можно еще найти какие-то стейдж-менеджеры и так далее, но это больше уже такой второй уровень взаимодействия, а первый, наверное, как раз в таком случае он будет. Отлично. Еще одна маленькая тема. Как ты относишься к тому, когда в ночные клубы приглашают поп-артистов, мы не говорим поп-танцевальных артистов, а просто поп-артистов, и они могут выступать ночью в прайм-тайм в ночном клубе, например, в каком-нибудь Нижненоклубе. Ты про медиа-артистов, которые... Да, да, про поп-артистов, которые выступают не на концертных площадках, а в ночных клубах. Как можно к этому относиться? Ну, нормально отношусь. Надо ведь понимать, что мы так долго боролись за то, что диджинг должен быть везде и вся. Он есть и вся. Он есть в клубах, в барах, в пабах, в туалетах, на похоронах, на корпоративах. Это существует. С одной стороны, это для меня, как для профессионала, со своим видом, видением танцевальной культуры и клубной культуры, ну, это такой... Ну, да, ну, есть такое. Это как параллельный мир. Я ничего не могу сделать с галактикой, которая находится на определенном удаленности. Есть в этом конкуренция? Да, есть конкуренция. В сегодняшний момент это тоже аудитория, которая может ходить на, например, артист из Comedy Club, который выступает и как артист, и как диджакей. Для меня вопрос только в том, чтобы он это делал хорошо. Это в моем представлении. Как он делает, уже зависит от него. Но, с другой стороны, ответственность с меня никто не снимает. Я сам должен делать такой продукт, который не будет зависеть от того, идет ли моя аудитория на выступление. этого артиста или нет. Абсолютно. Я создаю свой контент, свой мир в инкурентной борьбе, и он должен быть качественным. Я могу пыхтеть, мне может не нравиться, когда я вижу мединых персонажей, которые пытаются изображать из себя диджеев или еще что-то. Но я не могу это изменить. Я сам работаю и в диджейских школах, и преподаю, и вижу, кто уходит из них. Есть интересные ребята, есть для которых это не более чем просто хобби и так далее. Но конкуренция никто не отменял. Делай лучше то, что ты создаешь, и это будет интерес на аудитории. Лёва, спасибо большое, Володя, что был с нами. Привет, До встречи.